Ну что, наша сегодняшняя тема – постоянный ток. Постоянный ток. Какой основной закон? Законом. Законом? Как он звучит? Филога уравняется. Филога уравняется. А я люблю уравнивание. Я не люблю писать деления, люблю писать утажения. С точки зрения математики, это все одно и то. Можно хоть так написать, хоть так написать. Иногда учителя школьные начинают как-то разглагольствовать, что правильно писать, что и равно, уделить на это, потому что ток порождается напряжением. С точки зрения любого физика, более-менее серьезного, от того, что вы перепишете знаменатель общественников или не обратно, и ничего не изменится. Значит, имеется способ понять, что входит в это уравняться. Что такое напряжение? Разность потенциала. У равно Фи один минус Фи два, или же минус Дельта Фи. Минус изменения пенушала. Вспоминаем, как потенциал связан с напряженностью. Почему? Фи один минус Фи два, а Дельта Фи это Фи два минус Фи один. У нас есть формула Е равно минус Фи, значит Е какой-то Л равно минус Дфи по Дельта Фи. Напряжение может быть выражено через напряженную исполнение. С напряжением понятно. Теперь, что такое ток? Заряд потекающий через течение проводника ведутся время. Осталось сопротивление. РОЛЛ делит на С. РОЛЛ это удельное сопротивление. Л длина провода. С площадь свечения. Правда, эта формула работает только в том случае, если у вас цилиндрический проводник. Цилиндр. Площадью С и длиной. Что вам делать, если не нет цилиндра, а более сложной формы? Написать в виде интеграла. Считать, что у нас РО и С меняются. Л разбить на маленькие кусочки. И тогда Р равна интеграму РО ДФ на С. Вот так. Ну, значит, в первую очередь нам потребуется научиться находить сопротивление всяких проводников. Для сопротивления какие законы? Справедливо. Если мы запишем два правильника последовательного, у них будут Л-ки складываться, и сопротивление будет равно сумме сопротивления. В случае последовательного, РО 1 плюс РО 2. В случае параллельного, это все равно, что площади складываются. Будут складываться обратное. Р параллельное, можно написать так. Р параллельное равно Р1 параллельно Р2. Видите, удобная запись. Она будет линей. И это будет Р1, Р2 с Грит на Р1 плюс Р2. Довольно удобно ввести такую короткую запись для такого формы. Вот такой вот проводник, у которого здесь Р1, здесь Р2, удельное сопротивление РО2. А высота такого вот конического проводника, Х, хочется найти сопротивление такого проводника. Причем подключается он вот так. С этой стороны 1 проводит, с этой стороны 2 проводит. Нам нужно превратить из конуса его в набор тонких-тонких цилиндров. Вот давайте выделим тонкий-тонкий цилиндров. Вот он будет как раз на координате Х находиться. Здесь будет толщина ДХ. Радиус будет Р. Мы можем ввести угол альфа. Тогда Р равно Р1 плюс Х. Отношение. Отношение вот этого кусочка, который проводит. А там минус альфа. Это отношение Р2 минус альфа к... Паш. Паш. То есть это два альфа. Пишем сопротивление. Р 1 равна в интеграу РО ДХ делить на С. С у нас будет площадь круга. Вверху РО. И нормален как подходит. Ну и теперь у нас нужно. Интегрировать либо по Ху, тогда РО нужно подставить сюда. Либо интегрировать по Р, тогда Х нужно выразить отсюда. Точнее, ДХ. По Р удобнее. По Р удобнее. Давайте сделаем так. Найдем дифференциал этого вот уравнения. Тогда. Слева будет ДР, а справа это константа. Справа будет ДХ умножить на Р2 минус Р1. ДХ. ДХ от этого выразим поставим сюда. РО. Интеграл. И можно выразить. Интеграл. Вместо ДХ опишем Х. ДХ делить на Р2 минус Р1. На ДР. ДР делить на Р квадрат. А. Да. Приделы перегрирования теперь установим по Р. Сначала у нас Р1. А потом у нас Р2. РО. Аж. На Пи. Р2 минус Р1. Интеграл ДР делить на Р квадрат нам дает. Р. Ну а Р в кое-то делить на Р? Это производная. 1 на Р. 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 Р2 минус Р2. И. РО. Аж. На Пи. Единец. Дверь на Р1. Минус единица на Р2. РО. Аж. Останется. Приведем к общему знаменателю. Здесь будет Р1 и Р2. Р2 минус Р1. А сверху будет Р2 минус Р1. Р2 минус Р1 у нас уже есть, они сокращаются. Будет Пи Р1 Р2. Все. Красиво. Все. Вот это сопротивление. Вполне. Вот сопротивление конеческого. Хорошо. Давайте попробуем спробовать еще задачку, которая тоже чуть-чуть отличается. Из нерепозрительных сторон. Нарисуем кубик из проблочек. Возможно, что у кого-то такая задачка уже бы встречалась в школе. А кто-то, может быть, ее не встречал. Имеется кукла, которая спает и с проблочкой. У каждой проволочки одно и то же сопротивление. Требуется определить сопротивление между точками А и В, А и С и А и Д. Ну, вот я готов разобрать какую-то одну из этих трех. Например, первую. Остальные оставить надо. Первая звучит не самая сложная. Первая самая сложная. Ну, первая, не самая простая звучит. Они примерно одинаковые. По уровню сложности они примерно одинаковые. Давайте от А до Д. Нет, так что мы от АД. Ты на АД? АБ. Они находятся как раз в противоположных сторон. По диагонали, там не проще разложить их на эти, которые параллельные последовательности. А эти рядом находят? Да, типа раз обратно. Нет, на лодочке они там находят. Так рядом тебе придется все, которые в этом предыдущем. Хорошо, давайте АД найдем, а все остальные вы найдете сами. Итак, нам нужно понять, что будет происходить с током, который войдет в эту систему. Пусть она сечет ток какой-нибудь. Ну, вот в отношении к точкам А и Д можно заметить, что вот если мы на весу, вот такую плоскость, вот такую, то в отношении к этой плоскости все симметрично. Это значит, что ток, который течет в этом направлении, вот в этом направлении, будет абсолютно одинаково. Ну, делюсь в баланс. Ну, потому что там вот такая вот цепь, она одинаковая. А здесь упадет, но здесь будет такой другой ток. Нам существенно, что вот эти два тока одинаковые, а раз два тока одинакового, то если здесь будет какой-то потенциал, ну, скажем, не живой, то здесь будет и на R. Сознакомьтесь. Ну и плюс. Минус. И вот здесь будет там тоже и на R. Значит, эти две точки будут иметь одинаковый потенциал. Если две точки, имеющие одинаковый потенциал, например, соединить, то ничего не изменится, потому что между ними ток не потечет. И наоборот, если бы они были бы соединены и мы их бы разделили, ток между ними все равно бы не потен. То есть, точки с одинаковым потенциалом можно соединять или разделять. Ничего при этом не меняется. Теперь рисуем схему. Вместо точки я буду рисовать так вот так. Это у меня будет A, а это у меня будет B. Между точками A и D напрямую идет D-по-трезистор. Дальше от низ точки A исходит два резистора. которые идут вот к этим точкам. Но эти точки и симметрия имеют одинаковый потенциал. Значит, их можно соединить. Я бы поставлю здесь точку. Точно так же вот эта точка и вот эта точка, которая звездочками рисована, тоже имеют одинаковый потенциал. С одной стороны рисуем барабанец. Это у нас звездочки. Смотрим, что между ней. Вот этой точке и от этой точки сходятся к B. От этой точки и от этой точки два сходятся к этим. Два резистра. И здесь два резистра. Мы там сошлись. Осталась одна точка и вот эта точка между ними резистра R. Но это еще не все. Еще есть между вот этой точкой и вот этой точкой резистра и между вот этой точкой и вот этой точкой тоже резистра. Значит, между ними еще напрямую пошли два резистра. можно проверить, да? Селим ручки. Сколько ребер у куба? Двенадцать. Двенадцать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 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 Все сопротивления учителями. Теперь давайте искать сопротивление полное. Это R. Это R. R пополам. Это тоже R пополам. Эта пара. R пополам. Здесь R пополам плюс R пополам плюс R. Сумь будет? Два R. Два R. Дайте последовательно дают нам R. Итак. R А З равно R R параллельно под всей этой цепи. А в этой цепи у нас R плюс R пополам параллельно Два Как видите, линейная запись позволила мне записать очень коротко полное сопротивление. Правда, когда я хочу за конца хочу сосчитать, мне придется это расписать. По извинению на сумму. R параллельно R плюс произведение делить на R пополам R сколько здесь? 5 я пополам двойка пойдет наверх и R равно скоротится 2 пятых плюс R 2 пятых плюс 5 пятых получится 7 пятых 7 пятых R опять расписанку произведения делаем и так же везем R выножить на 7 пятых R делиться на R плюс 7 пятых R в общем изменяется если привести с пятеркой будет 5 плюс 7 это 12 а здесь будет 7 квадрат итого 7 двенадцатых вот так вот у нас строится дома найдите сопротивление R AC и R AB будет самое простое RAC будет чуть-чуть сложнее там 7 градусов для донали RAC 7 градусов для донали если вопрос позадайте я донали донали